Свойства векторного предприятия. Если У, В и дубль В это вектор, когда дубль В векторно умножаешь на У плюс В, то это то же самое, что векторно умножить и прибавить к этому результат векторного произведения закон дистрибутивности для векторного произведения. На самом деле это несложное упражнение, но его надо сейчас нам показать с вами сделать. Значит, посмотрите. Есть у нас какой-то... Есть у нас с вами какой-то вектор дубль В. Давайте поймем, что такое по определению дубль В вы можете нам. Мы должны взять площадь параллелограмма и отложить ее перпендикулярно. Ну, единственное, у меня здесь написано спереди по длине, а по направлению перпендикулярен к векторам У и У. Вектор перпендикулярен к двум векторам. Такое бывает запросто. Когда у вас есть пространство два вектора, то они задают плоскость. От любой плоскости есть перпендикулярное направление. Вдоль него надо отложить отрезки мудрой глины. Глина – это площадь параллелограмма. Поняли? Отлично. Так, вот, ребята, для того, чтобы понять, почему локальство век, вы должны знать следующую штуку. Что бывает с площадью параллелограмма? Когда мы взяли и немножечко сместили вот так, вектор У изменили на некоторую часть вектора W. Давайте я нарисую отдельно. Нарисуете вот так. Отсюда отрезали кусочек, сюда приставили. Понимаете, что площадь параллелограмма не изменилась? То есть, был вот такой вот сильно натворенный, стал менее натворенный. А можно провести высоту, и что тогда будет? Прямую глину. И будет прямой глину. Вообще-то, площадь параллелограмма – это произведение длины его стороны на расстояние между соответствующими сторонами. Согласны? На высоту. И вот это я сейчас слушаю. Я хочу сказать, что вектор У совершенно не обязан быть перпендикулярен вектору W. Но! Я могу вектор У разложить вдоль вектора W и перпендикулярно вектору W. То есть, проще говоря, я могу провести вот эту прямую и на нее опустить перпендикулярно. Идея понятная? И вот таким объявить вектор будет. Раньше у меня вектор был вот такой. И был такой параллелограмм. А теперь я провел высоты и параллелограмм стал другой. Но площадь та же самая. И он лежит в той же самой плоскости. Поэтому от замены вектора У на вектор, перпендикулярный вектору W, ничего не изменится. Это понятно? Понятно. Догадаетесь, что я сейчас делаю с W? Вы у нас не по общему множему? Не то, что общему множему. А я скажу, что где-то там есть вектор W. Я рассматриваю параллелограмм, построенный на W и W. И я тем же способом превращаю этот параллелограмм во что? В прямоугольник. Так, поскольку я боюсь, что человек может это не понять, давайте я делаю так. Давайте я смешу нормальное догадательство. Формальное догадательство такое. Любой вектор У это есть сумма двух векторов. Один из них мы напишем У параллельное, другой как регулярное. Где? У параллельное, параллельно вектору W, а У перпендикулярное перпендикулярно вектору C, точно так же вектор В это и есть В параллельное и В перпендикулярное. Ребята, когда у меня есть направление вектора W, то я могу любой вектор разложить вдоль и на какую-то перпендикулярную составляющую. То же самое, значит, В параллельное, оно параллельно вектору W, и В перпендикулярное, перпендикулярное. Отлично. И вот теперь я говорю, когда перемножаешь векторно W и У, то на самом деле это то же самое, что векторно перемножать W и У перпендикулярно. Понимаете ли я? От параллельной W составляющей ничего не зависит. Нормально? Нормально. То же самое, когда перемножаешь W и В, то на самом деле это то же самое, что перемножать на W как регулярно. Потому что площадь килограмма не меняется, когда его сторона движется вдоль себя. Замечательно. Значит, вот здесь я могу спокойненько написать W умножить на уперпендикулярно. А здесь я могу написать W умножить на В пендикулярно. Отлично. Отлично. Теперь осталось недолго. Осталось понять, что вообще-то сумма векторов. Получается понятно как? Когда вы складываете вектор, то вы должны отдельно сложить параллельные. Дело в том, что сумма векторов не меняется в том, в каком порядке вектора. И к этому прибавить перпендикулярные составляющиеся. Уф. Перпендикулярные и В. И когда вы будете умножать на W, то параллельные составляющие что? Не повлияют на результат. Так же, как они не влияли на результат здесь. Поэтому левая часть это на самом деле W умножить на сумму губерпендикулярного и В. Роща Гамаляк. За счет вот этого сложения я свел задачу о векторном произведении, которую мы решаем, вел задачу к ситуации, когда вот эти вот нарочики берпендикулярные вектором В. Все поняли? Все понятно. Отлично. А теперь как только у меня У перпендикулярные и В перпендикулярные стали перпендикулярными, они перпендикулярные векторы В. То подумайте, пожалуйста, что происходит с вектором, когда он перпендикулярен вектору В и мы рассматриваем их векторное произведение. Длина умножается на длину вектора В. Это правда. Длина умножается на длину вектор В. А что происходит с направлением? Вот представьте себе, давайте я чертожку уберу и сделаю так, для понятности. Вот есть вектор В, такой вертикальный, он перпендикулярен какому-то там вектору, который мы обозначили у перпендикулярен. Где на этой картинке их векторное произведение? Ну, во-первых, мы должны рассмотреть параллелограмму, включая вертикому вектору и вектору. Понимаете, да? По длине это есть длина вектора перпендикулярная умножить на длину вектор обе перпендикулярную. Отлично. То есть, надо сделать плоскость перпендикулярной в В повороте на 90 градусов и в В раз увеличить длину. Но когда у нас придет вектор В с ним то же самое надо сделать. Поворот на 90 градусов длину вектора в любое увеличивание. Но когда у вас есть параллелограмм, то есть, сумма уявляет, то вы его поворачиваете на 90 градусов. Когда у вас есть параллелограмм, построенный на векторах перпендикулярной и в етр и все размеры увеличиваете в длину вверх в главное в 2 раз. В общем, я считаю, что вы показал. Подумайте. Это важное свойство и такая вот дистрибутивность. То есть умножение вектра на сумму – это то же самое, что по члену умножить на сумму. Позволяет нам раскрывать это скобки.